приветствую вас друзья с вами проект идеальная свадьба советы профессионалов и сегодня мы постараемся разобраться во всех вопросах связанных со свадебными организаторами нужен ли организатор на мою свадьбу если да то какой как его выбрать об этом обо всем нам расскажет немножечко и поможет разобраться лидия малкина это организатор это основатель свадебного агентства семейные ценности лидия расскажи пожалуйста с терминологии определимся кто такой организатор и что он делает есть два понятия организатор свадьбы и координатор свадьбы организатор это тот человек если говорить вкратце который делает свадьбу под ключ от а до я и самое главное он несет ответственность за результат координатор свадьбы это человек которого невеста ну или пара привлекают конкретно на день свадьбы он не несет ответственности за то же за тех специалистов которых выбрали молодожены но при этом силу своего опыта в силу своих знаний старается минимизировать какие-то риски которые могут возникнуть в свадебный день что конкретно делать организаторы зачем зачем нужно к нему обращаться организатор это первую очередь человек который придумывает идею концепцию торжества а ведь все пары разные и даже если у пары планируется достаточно простое даже нет классическая классическая свадьба загсом с рестораном с прогулкой это все равно должна быть история про двух людей мы начинаем с проработки идеи потом подбираем уже под эту идею этих исполнителей которые будут нам помогать ее реализовывать ну начиная с ресторана ведущего фотографа видеографа декоратора кондитера флориста артистов выездного регистратора и так далее так далее так далее потому что от каждой свадьбы это очень многое зависит что там конкретно будет но и конечно работа с парой работа с гостями продумывание программы и работа на площадке до последнего гостя скажи пожалуйста лидия как понять что на мою свадьбу мне нужен организатор или по твоему мнению на любую свадьбу нужен организатор конечно я могу сказать что любой свадьбе нужен организатор почему а потому что организатор сэкономит вам деньги есть какие-то скидки от подрядчиков лично понимаете даже не то что скидки от подрядчиков смотрите организатор в первую очередь оптимизирует бюджет свадьбы я знаю как потратить деньги так чтобы их было видно ты могла бы пожалуйста привести пару примеров как это может быть мы потратили деньги их вообще не видно очень просто допустим ваши гости приходят в ресторан с одной стороны вы за ресторан заплатили много и вы знаете об этом как каждая копейка каждая каждая деталь там заплачена но ресторан не производит впечатление хотя вроде он как бы известны и так далее вы вложили деньги в оформление в декор но при этом его не видно вы потратили деньги на какой-то на артистов который вышел пять минут и ушел я не говорю что артисты это плохо для каждой свадьбы свои но бывает так что выступление этого человека стоит денег но при этом она на свадьбе не нужно а например если неправильный тайминг просчитан то все гости выступает какой-то артиста гости ушли на самом деле тут очень много нюансов очень много или например неправильный выбор номера в отеле невеста хочет повезти там утро невесты выбирается номер приглашается дорогой приглашается дорогой фотограф он приходит и говорит так ребят хорошо конечно но тут темно и мы даже совсем оборудованием не сможем это спать и мы идем какое-то другое место в отеле мы тратим во первых снова деньги во вторых время в третьем еще и нервы да лидия понял что организатор нам нужен на любую свадьбу и в большинстве случаев организатор может нам даже помочь сэкономить деньги хотя мы ему платим за его работу как молодожены тогда с организатором вопрос по оплате я знаю что есть два стандартных вариантов популярных вариантов есть какая-то фиксированная стоимость работы есть десять процентов от бюджета свадьбы лично для себя я выбрала фиксированный вариант потому что считаю что паре это более комфортно потому что действительно как бы ты не доверял человеку ведь я предлагаю фотограф конечно не конкретно там 10 рублей не привязываясь цифрам я могу предложить того фотографа и за 8 рублей и за 12 но если пара пара подсознательно будет ахана предложили вот это если мы возьмем подороже топлин нам надо еще будет заплатить нет я считаю что первую очередь нам должно быть всем комфортно по результатам первой встречи я могу назвать свою итоговую сумму за сколько я готова сделать для них праздник а если я буду брать проценту все-таки это будет мне кажется не совсем честно с моей стороны я озвучила свою сумму я готова с этим работать если они захотят после этого допустим добавить салют ну я не буду брать обойдите салют за 100000 с вас десятка звоню и закажу его до что привезли лидия и также хотелось бы узнать про схему оплаты работы свадебного организатора есть ли какой-то аванс предоплата в какой момент происходит окончательный расчет к чему готовится и что считать нормальным я со своей стороны буду говорить о том как работаю я когда мы сначала мы встречаемся с парой предлагаем им идею концепцию предварительный бюджет рассчитываем после этого мы заключаем договор то есть если мы подходим друг другу когда мы заключаем договор вносится предоплата обычно это 50 процентов оставшиеся 50 процентов конкретно за мои услуги по организации вносится за два дня до свадьбы то есть я буду уверена что все пройдет хорошо и молодожены будут будут уверены во мне скажи пожалуйста а как в сфере организаторов определить что передо мной профессионал если может быть какие-то типичные фразы которые покажут что передо мной профессионал я не могу сказать что есть типичные фразы я бы сказала что есть некое поведение человека который может организатора который может вам сказать что у вас могут быть проблемы. Я думаю, что если молодожены приходят на первую встречу с организатором, они говорят что-то, но их не слышат и не слушают, а, например, предлагая что-то свое, безостановочно, не учитывая специфику пары, могут быть проблемы. Когда вы пришли на первую встречу с организатором, вы должны понять, что вас заинтересованы, вас слышат и хотят вам помочь. Как понять, что передо мной точно не профессионал? Знаешь, как такой звоночек тревоги, как красная лампочка в автомобиле, что проверьте двигатель, что-то не так, лучше остановиться. Что может быть не так? Как мы это поймем? Для меня, наверное, это если человек говорит да, да, да и со всем соглашается. То есть на все согласен? На все согласен. У него получается нет своего мнения? Он не думал, он пытается получить работу и со всем согласен. Ага. Скажи, пожалуйста, а как подготовиться нашим молодоженам в будущем ко встрече со свадебным организатором? Что нужно рассказать о себе? О чем подумать заранее? Заранее нужно подумать в первую очередь, сколько гостей у вас планируется, потому что свадьба на 2 человека, на 30 гостей, на 100, это в первую очередь разная свадьба. И самое главное, нужно быть честным и открытым. Если у вас есть уже какие-то пожелания, озвучьте их сразу. Не надо ходить вокруг да около, пытаясь, чтобы свадебный профессионал, любой, неважно, это организатор, фотограф или декоратор, догадается. Если у вас есть пожелания, скажите об этом сразу. Какие ошибки могут допустить молодожены, выбирая организатора на свою свадьбу? Что можно сделать не так? Я думаю, что самая главная ошибка, которую могут допустить молодожены, пара, это выбрать не своего человека. И если это будет не ваш человек, который не видит свадьбу так же, как вы, не чувствует ее так же, вы должны быть на одной волне, энергетически, это тоже очень важно. Если выбрали не своего человека, не человека, с которым вам комфортно, это будет главной ошибкой. Все остальное решаемо. Поэтому выбирая агентство, вы в первую очередь выбирайте человека, который будет вам помогать. Как убедиться, что перед нами наш человек? Ты уже сказал, что он должен нас слушать, он должен быть честным и открытым с нами. Есть ли какой-то еще секретный момент? На самом деле, такой секретный момент есть. Представьте, что вы пришли на встречу с человеком, которого вы еще ни разу в жизни не видели. Возможно, вы говорили с ним по телефону, вы садитесь, пьете чай, кофе. Как происходит ваша беседа? Легко, непринужденно? Или вы стараетесь подбирать слова и думаете, господи, когда же это закончится? Это, наверное, самый простой момент. Легкость общения. Легкость общения, да, она очень важна. Спасибо. Мне бы напоследок хотелось традиционно попросить, обращаясь в камеру, к нашим зрителям, что-то им пожелать. Может быть, что-то самое-самое главное, что хочется сказать в этот момент. Я хотела бы пожелать всем будущему Латажона, в первую очередь, любви, без нее никак, и понимания друг друга. Умение слышать друг друга и слушать друг друга – это очень важно. Ну и, конечно, даже и до свадьбы золотой. Горько! Горько! Спасибо. Спасибо.